Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодняшнего эфира – офисы в деловых центрах. Мы будем обсуждать арендный бизнес города Москвы прежде всего. Представляю гостя. Антон Смирнов в студии. Антон Смирнов, коммерческий директор R7 Group, управляющий компанией бизнес-центра «Северная башня». Антон, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Если у вас есть вопросы или мнения по поводу сегодняшней темы, вы можете позвонить, написать, озвучить их в прямом эфире. Мы с удовольствием их прокомментируем или ответим, если это вопросы. Ну, вроде бы все, да, все приготовления мы сделали. Давайте, Антон, начнем беседу. Ну, и традиционно опять, да, от большого к малому, да, от широкого к узкому. Давайте. Давайте такой общий, если можно, да, вы как профессионал, дайте, пожалуйста, оценку текущей ситуации на рынке аренды в городе Москвы. Ну, и как он себя чувствует? Ну, сейчас, на мой взгляд, рынок немножко упал, причем это ощущают все классы, не только класса, к которым относится Северная башня, но и по всем рынкам, по всем классам немножко рынок просел. Конечно, меньше всего на себе это ощущает Б-класс, потому что в первую очередь сейчас компании стараются минимизировать свои расходы по аренде и переводят офисы из более дорогих в более дешевые на окраину города. В основном это относится к офисам, которые не несут в себе некую представительскую функцию. Туда переводится в основном бэк-офисы, это бухгалтерия, это юридические отделы. Ну, вот очень часто это выводится даже за МКАД. То есть такие бизнес-центры, как, например, регленд, они сейчас очень востребованы. Я понял. А что вы говорили, последнее время, да последнее, какое последнее время, за какое время? Ну, скажем так, последний год, вот он показал эту тенденцию, что компании все-таки ужимаются потихонечку. И в бизнес-центрах класса, площади сейчас, ну, скажем так, достаточно свободно можно снять. Если, скажем так, лет пять назад практически за каждый офис шла борьба, то сейчас такого нет. То есть средний процент вакантных площадей, это где-то 17-20 процентов. По отдельным зданиям существует даже еще больше, там, цифра, это где-то порядка 30. А интересно, вот это результат чего? Результат того, что, я не знаю, там, носится в воздухе ощущение близкого кризиса, или, может, он уже наступил? Ну, вообще, кризис, он уже не заканчивался. Он как начался, так он, собственно говоря, продолжается. Но рынок, кстати, после 2008 года оживал, да? Он оживал, да. Какое-то время он оживал, и был достаточно высокий спрос на недвижимость. Вот мы на себе, просто вот именно на Северной башне, ну, при том, что в управлении НР-7 находится достаточно большое количество объектов, мы на себе по Москве ощущаем, что вот сейчас рынок просел достаточно сильно. А, кстати, управляющая компания чувствует ведь это, наверное? Конечно, конечно. На себе? Ну, и на себе в том числе. Хорошо, давайте тогда продолжим разговор о Сити непосредственно, да? Расскажите поподробнее о нем. Он, кстати, к какому классу относится? Наш бизнес-центр относится к классу А. Ну, вообще, в Сити нет бизнес-центров другого класса, потому что строить Б, ну, на самом деле, непонятно зачем, но класса, он достаточно все равно востребован, особенно учитывая то, что Сити – это все-таки отдельный деловой район Москвы, и в нем сосредоточены прямо такие штаб-квартиры многих компаний. Вот у нас, например, находится штаб-квартира ТТК, Транстелеком, но General Motors у нас в башне представлены, Hyundai, ну, плюс такие фармацевтические компании, как Airfarm, Generium, вот они снимают офисы в бизнес-центре Северной башни. Ну, для них это в большой степени, наверное, да, еще и элемент престижа. Безусловно, а вообще в Москва-Сити это такой элемент престижа. Вот у нас в Москве есть, да, несколько деловых районов, которые являются такими точками притяжения в смысле престижа. Там белорусский деловой район, так называемый Павелецкий деловой район, и, безусловно, Москва-Сити. Во-первых, это такой уникальный для Москвы проект, вот таких же зданий нет больше нигде по Москве, вот именно... А в чем уникальность, в чем уникальность? Ну, во-первых, это все здания, они высотные, вот, это во-первых. Во-вторых, очень высокая концентрация бизнеса как такового. Вот, в-третьих, это, скажем так, возможность близкого... Рядом находится площадка выставочная, то есть это возможность на этой площадке сразу что-то презентовать. Плюс, да, все-таки достаточно хорошая транспортная доступность. Ну, по Москве это все-таки достаточно условный момент, но все равно транспортная доступность в Москва-Сити по сравнению там с какими-то другими районами, она все-таки повыше. Ну, безусловно, и потом надо говорить, что это, по сути, центр все-таки. Да, да, конечно, это центр Москвы практически, пускай это внутри и рядом с транспортным кольцом, но все равно это практически центр Москвы. Я понял. Хорошо, хорошо. А помимо престижа, собственно, да, давайте поподробнее расскажем, чем он выделяется, может быть, наверное, да, или, может быть, он похож на своих собратьев по классу А, вот этот бизнес-энд Северной башни, чем он привлекателен для тех, кто снимает? Ну, скажем так, мы на сегодняшний день можем, например, предложить, у нас есть только офисы с отделкой, плюс мы готовы бы делать отделку непосредственно под арендаторов, то есть к нам приходит арендатор потенциальный и говорит, что мы хотим здесь сделать вот такой вот ремонт. Мы готовы прислушаться к любым требованиям наших потенциальных партнеров и, соответственно, сделать под него непосредственно, причем это фактически в стоимости аренда, то есть они не платят ничего сверху. Ну, это удобно. Если поговорить немножко изначально, да, изначально о технологиях, бизнес-центр, он когда задумывался, когда строился, ну, на ваш взгляд, по крайней мере, он предполагал, что сначала один придет, потом захочет он все переделать, второй придет, стенку, чтобы легко было перенести или снести ее? Ну, в любом случае, бизнес-центры, они именно так строятся. Хотя, конечно, Северная башня, учитывая то, что мы ее не строили, а покупали, она изначально, конечно, была неправильна и спроектирована, и построена. Там очень большой минус в том, что соотношение полезной площади к общей, оно достаточно низкое. Вот это и атриумы, это большое количество совершенно ненужных, на мой взгляд, технических помещений, которые мы сейчас как-то пытаемся использовать. Под офисы, скажем так, это тоже офисы класса, но просто они чуть ниже характеристиками, поэтому мы их сдаем по более дешевым ценам. Ну, с другой стороны, да, вы как профессиональная управляющая компания нашли применение даже таким, например. Да, да, мы увеличили сейчас арендопригодную площадь в тот момент, как мы пришли, где-то на 4,5 тысячи квадратных метров. Здорово. Есть звонок, давайте послушаем, ответим. На вопрос. Вадим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос к Антону. Вот у вас компания всего год существует, а вы уже сейчас купили, я так понимаю, здание. Да, именно купили. Ну, на самом деле, это не совсем так, мы существуем больше уже трех лет, ну, то есть 2010 года. Антон, я прошу прощения, Вадим, вопрос сформулируйте. Да, вот как, вот я не совсем понимаю, как это вообще в принципе можно, это стоит здание, ну, вот, приличных денег. Вот как, расскажите о генеральном директоре, откуда это, что это? Ну, понятно, ну, то есть для вас мысль-то какая, да? То есть компания относительно молодая, а имеет возможность вот такие покупки совершать. В этом парадокс. Ну, это, конечно, это для меня просто непонятно. Я вот на сайте нахожусь, по ИСЕИМ группы, и Юрий Викторович, так сказать, с крайней устойчивой, и мало нефти, и автономный опыт. Хорошо, Вадим, Вадим, у нас мало времени, к сожалению. Извините, у нас мало времени, мы понятен вопрос, сейчас ответит Антон. Ну, давайте начнем все-таки сначала. То есть РСЕМ групп не владеет бизнес-центром Северной башни, мы являемся именно управляющей компанией. То есть мы осуществляем, и то, что называется, property facility management, то есть это коммерческое управление, техническое обслуживание, эксплуатация этим зданием, и не более того. Ну, то, что мы, как бы, завоевали такое доверие, ну, значит, проявили какие-то способности, да. Мы сейчас прервемся, Антон, новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Антон Смирнов, коммерческий директор РСЕМ групп, управляющий компанией бизнес-центра Северная башня. Мы говорим в целом о арендном бизнесе Москвы, о том, как, какова ситуация, да, в офисном, именно в офисном бизнесе, да, в бизнесе нежилых помещений. Как эта история связана с деловыми центрами, ну, и обсуждаем непосредственно Северную башню. Я напомню, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ, можете позвонить, написать нам в прямой эфир, а задать свои вопросы. Продолжим, Антон, разговор. Ну, и все-таки, да, еще раз я озвучу свою просьбу, поподробнее давайте расскажем о том, как этот самый бизнес-центр Северная башня выглядит, о его инфраструктуре, да, о его особенностях. Ну, смотрите, во-первых, мы всегда достаточно трепетно относились именно к инфраструктуре бизнес-центра, учитывая то, что большую часть времени мы все равно проводим на работе. Соответственно, человек должен иметь возможность поесть, он должен по возможности, если это, конечно, есть такая необходимость и возможность заниматься фитнесом, совершать какие-то мелкие покупки, вот это то, что называется спонтанного такого содержания. Несмотря на то, что у нас рядом есть Афимол, мы всегда придерживались того, что в самой башне должна быть определенная структура арендаторов, которые должны поддерживать, скажем так, деловую среду и жизнь в самом бизнес-центре. То есть у нас с самого начала сидел ворд-класс, это фитнес-центр, который пользуется достаточно большой популярностью. Несмотря на то, что уже в Москва-Сити это второй ворд-класс, они оба пользуются огромной популярностью, и люди приходят заниматься, и я сам тоже прихожу периодически, когда хватает времени. Ну вот у нас фактически три ресторана, то есть это у нас столовая для арендаторов большая, такой оператор питания Япи, мы его в прошлом году поменяли, соответственно, и два ресторана, которые находятся, можно, соответственно, без проблем поесть. Ну вот, плюс у нас сейчас летом открылась клиника К-31 Сити, это достаточно такая тоже клиника премиум-класса, при этом фактически можно решить свои проблемы со здоровьем, не выходя из самой башни, что достаточно удобно. Есть еще ряд инфраструктурных арендаторов, это переводов, это цветочный салон, то есть это вот такие вещи, которые, ну, необходимы. При этом Япи, это является таким, на самом деле, даже не столово, это продуктовый супермаркет, как они себя позиционируют, и можно купить даже что-то домой. То есть я правильно понимаю, да, вы как управляющая компания все-таки формируете, да, набор арендаторов, исходя из собственных представлений? Безусловно, конечно, мы понимаем, что людям будет, как людям будет комфортнее, и, соответственно, такой набор арендаторов мы стараемся сформировать в самом бизнес-центре. А здесь не бывает никаких противоречий, вот есть, условно говоря, желающий, да, в вашем офисе, в вашем центре снять офис себе, вот, но он как-то не вписывается, да, он не подходит, он... Вы знаете, но у нас нет такого жесткого, то, что называется, фейс-контроль. Во многих бизнес-центрах есть, но мы стараемся, скажем так, от этого уходить. У нас не было никогда неудобных арендаторов, у нас есть, там, с какими-то определенными компаниями соглашения по рекламным компаниям, то есть у нас никогда рекламной поверхности не будут арендовать, там, компании определенные, просто потому что они находятся, скажем так, в монопольном конфликте с нашими арендаторами. Мы это прекрасно понимаем, мы от этого стараемся уходить. Я понял. Ну, то есть, можно говорить о некой, да, корпоративной политике, все-таки. Есть корпоративная политика, но она не настолько жесткая, как в ряде бизнес-центров. Хорошо. Ну, давайте так, вот, мы говорим всегда, очень часто точнее, да, о том, что возникают недопонимания, споры, может, какие-то по поводу классности того или иного бизнес-центра, того или иного, да, тех или иных помещений под аренду. Вот, есть ли какая-нибудь классификация, да, этой самой классности, и по какой причине тот или иной бизнес-центр попадает в другую категорию? Ну, смотрите, на самом деле здесь все достаточно просто. То есть у нас существует Московский инвестиционный форум, который вот уже принял третью классификацию офисных зданий. Он ее постоянно, вот, от года к году он ее ужесточает для того, чтобы выделить, скажем так, лучших из лучших. Вот, есть определенные критерии, скажем так, которые определяются большинством арендаторов, которые, этот бизнес-центр, в котором они должны сидеть, должен соответствовать. И есть ряд параметров, от которых просто, ну вот, невозможно уйти, без которых... То есть класса без этих параметров не будет? Без этих параметров, да, он просто не существует. Это не будет класса. А что, например, что за параметры? Ну, это, например, глубина этажа. Чтобы удобно было поделить, например, этаж на определенные кабинеты, глубина этажа должна быть определенной, чтобы часть помещения, например, не была темной. Ну, вот, чтобы соответствовала нормальной инсоляции. Ну, вот, это должна быть парковка, потому что сейчас парковка в Москве все хуже и хуже, как мы все-все представляем, а в Москва-Сити это вообще большая такая проблема. А там нет, кстати, подземной стоянки никакой? У нас в бизнес-центре, у нас в бизнес-центре есть большая парковка. Но на всех не хватает, тем не менее. Смотрите, ну, у нас вот одно машинное место на 80 квадратных метров арендуемой площади. Это достаточно высокий коэффициент, и не каждый бизнес-центр может таким похвастаться. Но при этом у нас есть еще пока свободные места, то есть мы даже готовы с удовольствием их сдать. Но при этом все равно народ предпочитает парковаться на улицах, несмотря на ужесточающуюся борьбу с незаконными парковками. А почему? Почему это дешевле? Почему народ? Ну, на улице всегда парковаться дешевле. У нас народ привык бесплатно парковаться. Но я считаю, что в теплом бизнес-центре, в теплом паркинге все равно удобнее. Безусловно. И машинку жалко все-таки. Конечно. Безусловно, бедный мокнет стоит. Да, да, совершенно верно. Так, еще какие, Антон, может быть, еще парочку параметров, которые подпадают обязательно под класса? Ну, вообще, это, конечно, должно быть уникальное здание. Обязательно только новое построенное здание, потому что все реконструкции, оно, как правило, попадает под класс Б. Но это должно быть новое здание, обладающее своей уникальностью. Ну, вот у нас, например, Северная башня – это самый высокий атриум в Европе. То есть, у нас в нашем подъезде, это высота от пола до купола – это 80 метров. Это считается самый высокий атриум в офисных зданиях в Европе. То есть, каждое здание, которое, да, или каждый вариант бизнес-центра, который попадает под класса, должен, как вы сказали, быть уникальным в чем-то, да? Ну, согласен, да. Ну, вот, например, там, бизнес-центр, который находится в том же самом Москва-Сити, это, они все обладают какой-то уникальной архитектурой. Нет же ни одного здания похожего, они все разные. Я понял. Хорошо. Хорошо, ну, давай теперь перейдем к бизнесу, нелегкому бизнесу управляющей компании. Да, расскажите поподробнее, по крайней мере, как этот бизнес возник, наверное, да, и R7 Group, как занялось управлением нежилыми помещениями, да, офисными помещениями. Да, значит, фактически, вот, в том виде, в каком сейчас R7 существует, мы организовались два года назад, когда получили в управлении Северную башню. До этого две управляющие компании, не будем называть имен, но вот управляли Северной башней, и фактически, когда мы ее получили, мы начали с того, что провели большой технический аудит. Ну, это любая управляющая компания, когда заходит на объект, она проводит технический аудит технический, мы еще провели коммерческий аудит со своей стороны. И просто выяснили, что фактически технические системы никто не обслуживал. То есть, здание... Все это время, да, пока она была в управлении, никто этим не занимался. Да, здание поддерживалось в состоянии жизнеобеспечения. Антон, это очень интересно, но мы сейчас прервемся, у нас рубрика «Вне времени», потом продолжим. Итак, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Сегодня мы говорим на тему офисов в деловых центрах, обсуждаем арендный бизнес города Москвы. В гостях у меня Антон Смирнов, коммерческий директор «Р7 Групп», управляющий компанией бизнес-центра «Северная башня». Напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, Антон, продолжим разговор. Ну, собственно, если можно, поподробнее расскажите о специфике вот этого бизнеса. Это нелегкий бизнес все-таки управляющий. Безусловно, безусловно. Значит, мы остановились на том, что мы провели технический и коммерческий аудит. Технический аудит выявил достаточно много недостатков, которые мы вот по сегодняшний день, а это уже два года с нашего входа, пытаемся исправить. Что-то мы уже сделали, что-то запланировано на следующий год. Я думаю, что где-то к середине следующего года мы полностью сделаем так, что башня будет практически, ну, если не в состоянии, как новой, но практически приведена в то состояние, в котором она была в момент постройки. Да, совершенно верно. Из самых глобальных работ, во-первых, мы начали обслуживать вентилируемый фасад. До нас его никто не обслуживал. У нас единственная башня в сети, где возможна замена стекол. Стекла у нас в силу естественных причин. Они трескаются, бывает, раскрашиваются. Но мы это все сейчас обслуживаем. У нас полностью налажена эта система по обслуживанию именно вентилируемого фасада. Плюс мы сейчас практически полностью восстановили архитектурное освещение, установили контроллер этого вентиля. Вечернего освещения башни она сейчас совершенно по-другому выглядит. То есть, если вы ее видели там полтора года назад и сейчас, это два совершенно разных здания. Кроме этого, были восстановлены, проведены восстановительные работы по вентиляции и кондиционированию. У нас мы поменяли несколько чиллеров, поставили более мощные. В результате этого, во-первых, в башне стало более комфортно находиться. Плюс здесь не надо забывать, что северная башня, это башня, которая ближе всех расположена к третьему транспортному кольцу. Мы поменяли регламентные работы, связанные с заменами фильтров. У нас достаточно большое количество вентиляционных камер и вентиляционных машин. И в силу того, что загазованность большая, грязи достаточно много, мы просто чаще сейчас меняем фильтры. И многие арендаторы говорят, что в башне просто стало проще дышать. Просто в силу таких совершенно незначительных, на первый взгляд, вещей. Они, может быть, и незначительные, на первый взгляд, но они необходимые, потому что изначально... Безусловно, конечно, да, это все необходимо, но как-то над этим никто не задумывался. При этом, опять же, до R7 коммерцией и управлением занимались две разные компании. Сейчас этим занимается одна, и в этом тоже есть преимущество. Потому что есть некоторые вопросы арендаторов, а коммерческий отдел, он, безусловно, больше общается с арендаторами, нежели технические специалисты. Он понимает основные проблемы, которые возникают в том или ином офисе. И может уже достаточно оперативно, фактически на следующий день на планерке, эти вопросы задать и получить на них ответы. Или какие-то пути решения этих проблем. То есть в этом отношении все достаточно неплохо. Если говорить еще о работах, то что еще было сделано достаточно глобально? Во-первых, это была смонтирована система орошения. Что это значит? Это конденсаторы холодильных установок теперь могут работать при высоких температурах. У нас был вот один экстремальный год, когда практически два месяца стояла такая жара. У нас холодильные установки просто не справлялись. Теперь, вне зависимости от того, какой период и какая температура, у нас все будет работать достаточно стабильно. Плюс мы перераспределили электричество между блоками. У нас фактически три блока. Но были недостатки в одном электричестве и, соответственно, переизбыток в другом. Сейчас мы это все перераспределили достаточно оперативно. И сейчас эти проблемы решены. Но, конечно, изначально башня сама была спроектирована неправильно. То есть, если бы мы строили, мы бы, конечно, так ее не построили никогда. Потому что там есть еще... А в чем, на ваш взгляд, по крайней мере, основные какие-то минусы? Ну, основные минусы, во-первых, она... Вообще, давайте определимся. Бизнес-центр Северной башни, это вот один, как бы, с виду монолит. Но, на самом деле, это два здания, имеющих два совершенно разных почтовых адреса. Это тестовская 8, тестовская 10. При этом эти два здания даже не сообщаются по парковке. То есть, они имеют полностью автономные системы. Хотя это вот выглядит, как одно единое здание. То есть, на ваш взгляд, это неправильно, стратегически неправильно было? Ну, это стратегически неправильно, да, совершенно верно. Во-вторых, ну, мы уже об этом говорили, но все равно я повторюсь. Такого количества технических помещений нет, наверное, ни в одном здании. Но в Москве я точно не встречал, где такое количество вот подсобочек и всяких винт-камер огромного размера. И вообще технических помещений, которые не приспособлены для аренды. Мы же понимаем, что любой бизнес-центр, это все равно то, что приносит собственнику прибыль. А здесь как раз такое ощущение, что люди стремились в ущерб бизнесу сделать красоту. Но и красоты-то особо не получилось. Но красота в чем? В количестве вот этих подсобочек? Ну, понимаете, скажем так, атриум и то, что башня круглая. Во-первых, надо понимать, что круглый формат, это всегда сложности в проектировании внутренних перегородок, внутренних офисов. Потому что это все равно из круга квадрат не сделать. Это большая проблема. Но, с другой стороны, это все-таки визуально достаточно симпатично смотрится. Ну, то есть вот эти подсобочки появлялись, я так понимаю, в результате того, что пытались из круга сделать квадрат, да? А лишние вот эти кусочки закрывали дверцами, вот вам пожалуйста. Да, да, совершенно верно. Ну, тогда видите, да, но с одной стороны это вроде смотрится неплохо, но, к сожалению, да, не приносит той доходности, на которую начально было рассчитано. Ну, доходность на самом деле она приносит, это, конечно, такое утрирование. Ну, то есть, на самом деле, башня достаточно неплохой арендный бизнес, и сейчас мы вышли на уровень заполнения порядка 90%, то есть у нас 10% авокадных площадей, что для Москва-Сити вообще достаточно, на мой взгляд, это очень хороший показатель. Ну, мы, конечно, стремимся, чтобы этот показатель был еще меньше, там, на уровне 3-5%, 100% конечно не хотим, потому что должно быть какое-то пространство для маневра. Во-первых, это перемещение арендаторов внутри самой башни, ну и плюс это обязательно должна быть возможность для расширения каких-то стратегических компаний, которые там находятся. При этом мы стараемся поддерживать средний уровень арендных ставок на уровне среднерыночных значений по Москва-Сити. То есть у нас никогда, мы никогда не демпинговали рынок, и всегда у нас ставки находились на таком хорошем рыночном уровне. Ну, а в принципе, да, вы ориентируетесь на то, что в целом на рынке находятся, когда ставки аренды устанавливаются? Да, безусловно. Конечно, мы проводим всегда маркетинговые исследования, у нас всегда есть под руками отчеты наших консультантов из большой четверки, которые достаточно оперативно эту информацию сообщают ежеквартально, плюс мы можем всегда посмотреть динамику рынка. Но плюс у нас есть какие-то внутренние ощущения, потому что, во-первых, офисы с отделкой. Есть офисы действительно с очень хорошей отделкой, мы их позиционируем однозначно выше рынка. Есть офисы, скажем так, с отделкой попроще, и они, соответственно, и позиционируются попроще, подешевле. Но при этом у нас нет именно офисов, которые вот именно прогибают рынок. Но, на мой взгляд, это тоже было правильно. А, кстати, насколько мобильным может быть управляющая компания с точки зрения, я не знаю, реакции на события в целом на рынке? Ну, условно говоря, вот сейчас мы начали с того, что вы говорите, сейчас очень много компаний пытаются сократить свои расходы за счет аренды в том числе и перебираются там куда-то поближе МКАД, а то и ЗАМКА, сокращая свои издержки таким образом. Вот. И в этом случае можно говорить о том, что цены на офисы класса или там цены на офисы, которые находятся в черте города или в центре, могут и снижаться. Вот насколько вы мобильно на это будете реагировать или будете свои ценники держать? Смотрите, ну, во-первых, мы, конечно, ежегодно защищаем бюджеты. То есть мы понимаем, какой сейчас тренд на рынке. То есть можно спрогнозировать, ну, скажем так, на полгода-то можно спрогнозировать точно. Но на год сложнее, но тоже можно. Конечно, мы понимаем, что у нас договор аренды в большей части долгосрочные. И мы понимаем, какие-то у нас будут перезаключения в этом году, какие-то в следующем году. И мы собственникам просто защищаем эти бюджеты, объясняя, почему у нас такие ставки. И стараемся укладываться в эти бюджеты. Но пока мы все удерживаем. Понятно. А в процессе договора вообще могут цены пересматриваться? Скажем так, в период кризиса такие случаи были, но у нас в башне, вот прямо совсем именно в течение срока договора, на моей памяти, нет. Не было, да? Да. А когда, естественно, договор пролонгируется, да, садятся опять за стол и могут... Да, безусловно, конечно. Любая пролонгация договора, это фактически заключение договора. Заного его, да? Да. Вот у нас как раз вот этот год, он был такой, ну, один из самых тяжелых. Учитывая то, что башня была введена в эксплуатацию, там, 2007-2008 год, основная часть договоров, как раз пятилетник, заканчивалась в 2013 году. И мы постарались удержать основное количество наших якорных арендаторов, ну, скажем так, ставками, какими-то дополнительными услугами, ремонтами, какими-то еще благами. Вот. Мы старались все-таки удержать. У нас было не очень большое количество съездов. Мы планировали, что будет больше, что не со всеми сможем договориться. Опять же, в силу того, что компании будут реструктуризировать свои расходы, вот, и минимизировать их, выводя какие-то подразделения. Ну, договорившись с Транстелекомом, с Hyundai и с General Motors, мы практически решили свои вопросы. Ну, вот, конечно, мне обошлось без съездов, но мы достаточно оперативно сейчас работаем с рядом брокеров. И, ну, вот, у нас осталось вакантно, будем говорить, 10% площадей. То есть, это не так много. А минимальный срок заключения договора какой? Вы говорите, все-таки заинтересованы на долгосрок обычно, да? Ну, для нас это, конечно, интереснее. Интереснее. Но минимальность, тем не менее, какой? Ну, мы готовы на 11 месяцев заключаться. Даже так? Ну, готовы, но это должны быть очень интересные для нас условия договора. Понятно. Конечно, 3 года для нас оптимальные сроки. 3-5 лет мы готовы рассматривать. Я понял. Хорошо. Возвращаясь, все же, к бизнесу, компании, да, которые управляют подобными бизнес-центрами. Антон, на ваш взгляд, да, основные, с какими основными трудностями она сталкивается, как правило? Ну, то есть, я не знаю, взаимоотношения с арендаторами. Взаимоотношения с арендаторами. Технические вопросы какие-то, да? У вас есть наверняка какие-то специалисты, которые, да, за эти вещи отвечают. Скажите. Давайте так. И технические вопросы, и взаимоотношения с арендаторами, это два сложных аспекта управляющей компании. Есть, безусловно, специалисты, которые на те, на те рубежи отвечают. Сейчас, извините, мы еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Антон Смирнов, коммерческий директор R7 Group, управляющий компанией бизнес-центра «Северная башня». Сегодня обсуждаем мы арендный бизнес города Москвы, говорим о ситуации с точки зрения аренды, да, деловых центров, ну и, собственно, подробно рассуждаем о том, как выглядит бизнес-центр «Северная башня». Напомню, телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Вернемся к бизнес-управляющей компании, нелегкому бизнес-управляющей компании. Нелегкие. Нелегкие, да. Я так понимаю, вот два основных, да, краевого голени, камня, это проблемы, связанные с эксплуатацией непосредственно, да, и, соответственно, проблемы, связанные с общениями, да, люди разные все бывают, к сожалению. Ну, безусловно, плюс здесь, смотрите, здесь же не только обслуживание, скажем так, вот самого бизнес-центра, есть еще обслуживание арендаторов, то, что называется. Это что значит? Ну, мы обслуживаем сам бизнес-центр, но внутри арендаторов, по согласованию с самими арендаторами, мы тоже можем их обслуживать. У них тоже перегорают лампочки, ломаются ручки, вот, плюс мы можем проводить какие-то ремонтные работы, вот, офисы, они же тоже, ну, как квартира, там, 3-5 лет нужна какая-то реновация. Ну, то, соответственно, мы это все готовы делать, вот, и вот найти, вот именно договориться с арендатором, это всегда достаточно сложно. При этом технические специалисты, это технические специалисты, они не переговорщики. Переговорщики, это, как правило, больше коммерческий отдел, это коммерсанты, но мы стараемся выискивать на рынке таких звездочек. Ну, кстати, такие звездочки на рынке, да, если уж мы говорим о профессионализме, ну, наверное, понятно, да, по каким критериям оценивается профессионал, вот, с точки зрения технического обслуживания, это более-менее понятно. А как оценить, по каким критериям оценить профессионала, который поможет вам, да, нормально коммуницировать с арендаторами? Ну, понятное дело, что на интервью это, вот, очень сложно сразу определить, то есть, всегда надо пробовать. Но попытка все-таки есть, да, вот пришел человек на собеседование, на интервью, и вы пытаетесь понять, насколько он подходит? Ну, пытаемся договориться, пытаемся поиграть прямо на самом интервью. То есть, какие-то ситуации, да, предлагаете? Да, мы разыгрываем, но я вот могу сказать, что вот, так, компания настолько расширяется, вот, за счет того, что у нас бизнес растет, у нас достаточно много объектов в эксплуатации и коммерческом управлении, учитывая то, что мы обслуживаем еще, кроме Северной башни, еще два фонда недвижимости, вот, а это фактически 130 объектов в 19 регионах Российской Федерации. Ну, вот, то есть, в принципе, у нас народу достаточно много, компания действительно расширяется, причем за последние два года мы выросли достаточно существенно. Ну, вот, вот за то время, кто пришел в коммерческий отдел, у нас люди уходили в основном только либо в декрет, либо в отпуск. Отдел, вот, он достаточно стабилен, стационарен, и я, на самом деле, этому рад, потому что всегда есть люди, на которых можно опереться, то есть, я стараюсь давать максимум свободы, и при этом люди мне отвечают тем, что у нас сейчас вот практически такое хорошее заполнение, а по всем остальным объектам там еще даже ситуация лучше. Еще лучше, здорово. Да. Ну, а все-таки можно сказать, да, что готового специалиста на рынке получить все-таки сложновато? Его приходится, ну, если не выращивать, то доводить до ума-то уж точно. Доводить до ума точно. Во-первых, у каждой компании есть своя специфика бизнеса. Безусловно... Ну, подождите, Антон, человек пришел в коммерческий отдел, да, насколько важна здесь специфика? Ну, во-первых, это специфика договоров. Например, опять те же самые специфика закрытых паевых инвестиционных фондов. Там действительно есть своя специфика. Я, когда пришел в компанию, я действительно где-то около месяца вникал именно в специфику фондов, потому что там есть достаточно жесткие требования, причем это требования лицензируемые. И чтобы не навредить управляющей компании, которая управляет именно фондами, здесь надо действовать очень осторожно. Плюс, опять же, каждая компания, которая сдает в аренду, будь это управляющий или собственник, у них есть своя форма договоров. У нас таких договоров на сегодняшний день 14 различных типов договоров, которые мы используем. При этом по Северной башне это не только... Вот так, компаний достаточно много иностранных, а они двуязычные. Ну, то есть человек должен, во-первых, понимать, что написано и в той, и в той части, ну, то и соотносить это все. Ну, плюс уметь составлять такие договора. Ну, то есть это достаточно все-таки сложно. Сложно, безусловно. А, кстати, по поводу двуязычности, то есть на определенную вакансию вы принимаете человека со знанием, ну, условно говоря, английского. Да. Это обязательно, да? По Северной башне, да. Это обязательно. Просто потому что, опять же, достаточно много компаний, которые решения принимаются на том уровне, когда даже переводчик не всегда помогает. Угу, я понял. И вот интересную историю вы начали рассказывать о том, что вы ведете бизнес еще и в регионах России. Да. Достаточно, да, за пределами московской кольцевой. За пределами московской кольцевой. То есть у нас вот фонд недвижимости, скажем так, который мы, объекты, которые мы эксплуатируем. То есть у нас большой торговый центр в Саратове, прямо в самом центре. Это центр в Тюмени и объекты небольшие формата стрит-ритейл, которые расположены, скажем так, от Петербурга до Якутска. То есть по всей необъятной родине. Ну, фактически, да. Там основная консолидация, конечно, это крупные центры. Это Москва, Петербург, Екатеринбург. Но вообще во многих городах мы представлены. Уфа, Пермь. Я понял. Ну, в связи с этим вопрос такой, напрашивается сам, да. Насколько сложнее управлять, да. Насколько сложнее решать бизнес-задачи, если объекты расположены вот таким образом, не сосредоточены в одном месте. Сложнее, сложнее. Сложнее. Ну, не скажу, что гораздо, но посложнее, конечно, чем в Москве, гораздо все проще. Вот несмотря на то, что мы все говорим о сложности здесь, в Москве, но в регионах бывает, что гораздо сложнее договориться просто в силу определенных каких-то местных, даже, можно сказать, обычаев. Ну, например, в Уфе достаточно тяжело. Это там связано просто исключительно с ментальностью местного населения. Ну, а так в основном, конечно... А специалистов вы местных подбирать стараетесь все-таки? У нас обязательно есть представители в тех городах, где мы обслуживаем. То есть, может быть, это один специалист на несколько городов, например, Екатеринбург, Челябинск, где они рядышком расположены. А где-то, например, в Саратове, где мы обслуживаем целиком торговый центр, у нас там полностью вся структура, начиная от управляющего и заканчивая последним техникам, это все наши специалисты. Да, да, да. Приходится признать, да, бизнес управляющей компанией не легкий, ну, как и любой другой, наверное. Ну, наверное, да. Давайте, у нас осталось еще пару минут, Антон, и вернемся к Северной башне. Давайте, может быть, подытожим наш разговор. И хотелось бы услышать все-таки, да, его преимущественные особенности, да, если говорить о рынке московских офисов в целом, ну, и какие-то конкретные, может быть, предложения прозвучат от вас. Ну, во-первых, я хотел бы всех пригласить на обновленный сайт Северной башни. Вот буквально только в этом месяце запустили новый сайт. Он стал гораздо интереснее, и там все наши предложения есть. И чтобы не перегружать эфир, можно там это все посмотреть. Заодно и сайт можно посмотреть. Чем мы можем, конечно, привлечь? Ну, опять же, повторюсь, у нас офисы с отделкой. Не очень многие бизнес-центры предлагают офисы с отделкой. У нас можно фактически в некоторое помещение въехать прямо сразу. То есть офисы там, они в достаточно хорошем состоянии. Отделка, включая мебель, я так понимаю. Мебели, к сожалению, нет. Да, но если очень необходимо, мы можем посоветовать, и у нас есть очень хорошие скидки, но вот посоветуем, где взять мебель. Ну, офисы с отделкой, это действительно, это достаточно большой плюс. Это скорость переезда. То есть особенно тем компаниям, которые это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Хотя сейчас редко такое бывает. Люди начинают искать заранее. Причем чем больше компаний, тем за более долгий срок, до того периода, когда им нужно переехать, они начинают искать, чтобы найти именно то, что их устроит. То есть в последнюю очередь. Ну, то есть можно представить, что компания уже приняла решение о переезде. О переезде, да, и они начинают искать где-то за полтора-два года. Хорошо, и еще пару каких-то акцентов на башне, на бизнес-центре Северной башни, да, чтобы было понятно его преимущество. Ну, опять же повторюсь, очень высокий парковочный коэффициент. С парковками у нас проблем нет. Ну, плюс сейчас вокруг башни открыто много парковок. Приезжайте, действительно, транспортная ситуация сейчас там достаточно неплохая, с учетом того, что развязки построили, но станция метро рядом. Добираться достаточно удобно. Ну, и плюс управляющая компания. Ну, вот одна тоже преимущество, я считаю. С нами всегда можно договориться. Мы готовы найти компромисс в любой ситуации. Я понял. Спасибо, спасибо огромное. Итак, уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в студии бизнес-класса был Антон Смирнов, коммерческий директор R7 Group, управляющий компанией бизнес-центра Северная башня. Ну, и, на мой взгляд, мы достаточно подробно говорили и о арендном бизнесе Горде Москвы, и о бизнесе, кстати, управляющем компанией. Да, совершенно верно. Он не такой уж и не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Спасибо огромное, Антон. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.